Друзья, как вы видите, у нас сегодня хлебопреломление. И это особенное время для Божьей общины. Это особенная какая-то часть, которую Бог определил нам с вами делать. И я предлагаю всем нам сегодня в дальнейшем процессе этого служения размышлять о путях, о своих путях, о наших взаимоотношениях. И если Дух Божий будет в вашем сердце что-то напоминать, может быть, вы где-то против кого-то неправильно поступили, может быть, у вас есть обида на кого-то. Я предлагаю тихонько, тихонько только, еще раз повторю, подойти к этому человеку, поговорить, попросить прощения. Я предлагаю человеку, который обижен, просить человека, найти в своем сердце Ишуа, который помогает прощать, который дает силы прощать. И просто давайте будем ожидать действия Божьего и приготовлять к себе в вечере Господней, потому что к вечере надо себя приготовлять. Это правильно. Хорошо, прежде чем начать делиться тем словом, которое Бог положил на мое сердце, давайте помолимся. Отец Небесный, Святый, мы благодарим Тебя за то, что Ты среди своего народа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты наставляешь нас. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты живой. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты действенный. Мы благодарим Тебя за то, что Твое особенное присутствие, оно является среди нас, Господи. Боже, взирая на подвиг, Боже, Твоей души, Ишуа, мы переживаем особенное действие внутри нас, Господь, особенное действие Твоего Духа, вспоминая, Боже, то, что Ты совершил ради нас на Голгофском кресте, Боже, мы склоняемся перед Тобой. Мы говорим, Господи, Ты великий Царь, Боже, прибудь сегодня с нами, учи нас, Господи, Боже, подымай нас в воспоминание того акта любви, который Ты совершил на кресте Голгофы. Мы благословляем имя Твое, и мы любим Тебя, наш Бог. Благословен Ты. Боше Мишуа. Амин. Друзья, мы с вами живем в христианской стране, в большинстве своем, которая исповедует христианство. И наша с вами жизнь, она хоть и проходит в мире, большая часть людей проводит большую часть своего времени, своей жизни в мире, но все-таки мы неотъемлемо связаны с общиной. Мы неотъемлемо связаны друг с другом, и нас объединяет служение Богу. Мы собираемся в среду, мы собираемся на шаббат в субботу, у нас есть домашние группы, мы встречаемся на домашних группах, у нас есть клубы благовестников, разборы, торы, мы посещаем стариков, мы ходим к больным, и этот список можно продолжать и продолжать. И порой нам даже тяжело понять, что кто-то, вот есть среди верующих людей, кто-то вообще из людей, мог думать в отношении нашей веры, то, как мы представляем служение Богу, то, как мы представляем хождение с Богом, нам порой тяжело понять, что кто-то может мыслить по-другому. Ну, правда, вот мы, пребывая в этом таком состоянии служения, мы привыкаем, что вот так, должно быть именно так, так, как мы делаем. Но мы живем, друзья, во время такое удивительное, непростое, которое, время потыкающее, которое потыкает самым таким интересным изворотом мысли человеческой. И я думаю, что в нашей повседневной жизни мы не раз сталкивались с людьми, которые мыслят по-другому, чем мы, верят даже по-другому, чем мы. И, возможно, я уверен, что часто, ну, если не часто, ну, мы встречались с людьми, которые на Ишуа смотрят по-другому, чем мы, на его жизнь смотрят по-другому, чем мы, на его служение смотрят по-другому, чем мы. Они даже порой, мы понимаем, что они искажают какие-то факты, говоря о Господе. Есть категория людей, которая вообще, ну, ставит под сомнение истинность священного Писания. Не правда ли, да? Мы встречаемся с вами с такими. И это, такое вот мышление, это не что-то новое. Это было от начала, с того момента, как Ишуа умер на Голгофском кресте и воскрес, с начала образования первоапостольской церкви, это все было. И нам, вот сейчас, если мы посмотрим, смотря на людей, окружающих нас, в принципе, нам понятно, почему так может происходить. 70 лет коммунистического строя все-таки сказывается. Люди, духовность искажалась, люди становились религиозно необразованные. Во-первых, сама церковь, она где-то себя дискредитировала, церковнослужителя, это происходило. Ну, и просто неверие. Ну, за счет этого образовалось такой период неверия, и это все влияет. Конечно, с падением коммунистического строя, мы видим, в наше общество приходит пробуждение, но мы понимаем, что отголоски этого, они по-любому где-то есть, особенно в возрастной категории людей, они присутствуют. Но, вы знаете, удивляет, что порой даже люди, которые исповедуют Ишуа, которые исповедуют себя как христиане, я бы сказал, даже люди образованные, которые, это касательно библеистов, к примеру, или ученые-христиане, они порой высказывают очень удивительные мнения в отношении Ишуа, его служения и его жизни. Они это даже подкрепляют, опираясь на какие-то археологические, исторические находки, и свои мысли, они пытаются оправдать и пустить как истинные мысли. А таковых мы читаем в первом Иоанна, в второй главе, такие слова. «Дети, последнее время», это пишет Иоанн, первоапостольская церковь, «дети, последнее время, и как мы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и знаем и того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иешуа есть Машех? Это антихрист, отвергающий отца и сыну». И вы знаете, к большому сожалению, очень часто такие взгляды, вот как я сказал, они образовываются именно среди христиан. И опять-таки повторюсь, что ученые, христианские ученые, библиисты очень часто подвержены таким мнением. Казалось бы, знание должно просветлять, но бывает, что происходит в обратную сторону. И мы читаем, они вышли от нас, но не были наши. И ерести и заблуждения начинаются не в каком другом месте, как в общине. Ну, по сути, в церкви, среди верующих людей. Как правило, есть, конечно, такое грубое отвержение Бога, но я сейчас говорю не об этом. Когда люди, будучи христианами, начинают смотреть на Иешуа, на его путь немного по-другому. И, знаете, друзья, вот так же, как и раньше, есть одна такая основная почва для такого рода мышления, для такого рода заблуждения. Это незнание еврейского мышления. Это отвержение Божьего народа, как Богом избранного народа, и антисемитизм. Примером этому может быть такая ересь, как гностицизм. Она появилась в первом веке нашей эры, говорят, первый и второй век, и основывалась она именно на частичном или целом отвержении принципов древнееврейского мышления, и что происходило под влиянием греко-римской философии, которая приходила в общество христиан от уверовавших из язычников. И в наше время, казалось бы, в которое сформировано время сформированных доктрин, время сформированного вероучения, основы заблуждения, они появляются также на этой почве. Вот если мы посмотрим, что та же греческая философия, когда верующие люди, они, скажем так, отделяют Ишуа от еврейского народа, когда они отделяют его от Божьего плана, в котором израильский народ играет ключевую роль, то происходит именно это. И эта философия, она влияет на умы, отвергающие принадлежность Мессии к Израилю, и становится почвой для всякого рода заблуждений. Но сегодня я не буду говорить именно об этом. Я сакцентировал на этом внимание, потому что, будучи мессианским служителем, я все-таки хочу напомнить всем нам, напомнить телу Мессии, что Ишуа, он был еврей. В первую очередь, по плоти он был еврей. И жил он, и служил в контексте еврейской культуры, еврейской жизни. И рассматривая его труд, следует это всегда помнить и не забывать. Когда мы читаем Писание, мы должны это понимать и помнить. И нам это важно с вами знать. Сегодня я хочу поговорить о Ишуа, о самом Ишуа. Я хочу поговорить о его чудесах и нашей с вами вере в него. И, друзья, мы с вами знаем, что Ишуа – это Машех Израиля. Амин? Мы знаем, Ишуа – царь Израиля. И нам не надо доказывать, что он царь царей, нам не надо доказывать, что он Господь господствующих, который пришел спасти прежде всего погибающих овец дома Израилева. Мы это знаем, на этом утверждена наше время – вера. Мы знаем, что он Бог, и ради спасения людей он облегся во плоть, но при этом не потерял своей божизненной сущности. Он был Бог, и он был человек. И для нас это известно. Это наше знание, то, которое мы знаем, оно нуждается в нашей вере. Мы нуждаемся в том, чтобы наши знания, они утверждались на нашей растущей вере. Потому что если наша вера, она не будет расти, если мы не будем утверждаться в этом понимании, есть вариант, что мы будем идти в сторону знаний. Знания, которые надмивают. Знания, которые могут привести к заблуждениям. Наша вера должна, наши знания должны обязательно подкрепляться нашей верой. Потому что, знаете, друзья, я скажу, что люди, которые, когда бы то ни было, впадали в какие-то заблуждения, вереси, они никогда этого не планировали. Вряд ли будет кто-то, что говорит, я уверовал в Богом, планируя, что через время, я... Ну, это абсурдно. Человек постепенно, по мере своего, как жизненного пути, он впадает в такие заблуждения. И Раф Шауль говорил, вот он молился о христианах в этом направлении, в послании к Ефесянам, он пишет, «До даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божию». Посмотрите, молясь о последователях Ешоа, он молится, чтобы они не просто утвердились, он говорит, крепко утвердились. И значение слова «утвердиться» – быть сильным, быть твердым. Другими словами, можно сказать, что он говорит, чтобы крепко утвердились, крепко старались, сильно старались стать сильными. И в чем же мы с вами должны быть сильными, друзья? Мы должны быть сильными в вере, в вере в нашего Господа и Спасителя Ешоа Хамашеха, потому что вера в Ешоа, понимание его жертвы, сотворенной им на Голговском кресте, есть не что иное, как выражение Божьей любви к нам, оно поможет нам наполниться Божьей полнотой, понять всю полноту Божьего замысла, который Он для нас с вами определил. Ту полноту, которую мы можем иметь только в нем. Только в Ешоа мы можем иметь эту полноту. На чем же утверждается наша вера? Наша вера? Очень просто. Наша вера утверждается на Божьем Слове. Когда мы открываем Танах, мы видим, как Он направляет нас к Ешоа. Весь Танах Он ведет нас к Ешоа. Когда мы открываем Брит Хадаша, мы видим великие чудеса, мы открываем Евангелие и видим жизненный путь Ешоа. Мы видим, как Он творил чудеса, как Он исцелял, как Он освобождал. И это переполняет нас верой. Это наполняет нас верой. Мы видим, как Он, обещанный Богом Машиах, родился от Девы, воплоти служил. Мы видим, как Он умер за людей и как Он воскрес для людей. И именно это все, оно подымает нашу веру. На страницах Писания мы находим веру. Когда мы читаем, имея понимание основу Духа Святого, что мы дети Божьи, и этот руах в нас, Он открывает нам глубины, утверждая в тех словах, которые написаны в Библии. Люди в миру тоже читают Библию. Я скажу вам, будучи неверующим, я два раза перечитал Библию. Вообще ничего не понял. У меня вообще ничего не изменилось. Но после того, как я уверовал, все пошло по-другому. Бог начал открывать мне Писание. Я начал понимать, что написано. Слово начало оживать во мне. Потому что слово было растворенное верой. У меня была вера. Я поверил, что Ешоа пришел в мою жизнь и изменил ее. И вера, она начинает действовать, открывая глубины истины. Читая Евангелие, мы видим огромное количество чудес, которые Ешоа совершал. Чудес, которые подтверждают, действительно подтверждали и подтверждают, что он Машех Израиля. И в Евангелии от Луки написана одна очень интересная история, как Йоханан, погружающий, или Иоанн Креститель, он посылает своих учеников к Ешоа спросить, ты ли тот? Я прочитаю этот текст. Они, придя к Ешоа, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, к которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней, и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Ешоа в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные ощущаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Посмотрите, друзья, сами дела Божие подтверждают, подтверждали и подтверждают, что Ешоа есть Машех, что Ешоа, Он есть Господь. Но очень часто, друзья, мы можем с вами видеть людей, которые ставят под сомнение даже правдивость сотворенных Ешоа чудес. Мы это видим, утверждая, они опираются на то, что Писание писали сами ученики. Вы встречались, думаю, это очень распространенное мнение, что как можно опираться на Библию, которую писали сами ученики. Они тем самым хотели Ешоа превознести, покасать о нем что-то необыкновенное. И я расскажу пример. Вот буквально недавно я общался с одной такой женщиной. Она говорила, что Библию вообще написали евреи. Только говорила об этом, ну, евреи другим словом называла. И я скажу, женщина была довольно-таки образованная. И, судя по всему, начитанная, потому что она такие очень аргументы мне выдавала. Конечно, источники, которыми она пользовалась, пользовалась, ну, очень сомнительные, но, судя по всему, она такие читала. В интернете много читала. И, вы знаете, вот я с ней беседовал, и вот один аргумент, который заставил ее подумать по-другому. Она, когда я это сказал, она остановилась так и задумалась. Знаете, этот аргумент, он может быть полезен нам в нашей повседневной жизни, когда мы будем сталкиваться с подобными людьми. Это аргумент того, что людям надо показать, что Библия показывает, вот как Виктор говорил, не совсем идеальных людей. Она показывает людей, как людей. И даже если мы посмотрим Евангелие, которые говорят непосредственно о жизни Ишуа Машеха, то мы увидим, что они показывают не 100% утвердительные факты, не только 100% утвердительные факты, но также показывают факты, которые могут вызвать ряд вопросов, и которые могут привести даже к соблазну. Вот такие мы примеры читаем о том, что, например, Ишуа крестился у Иоанна Крестителя. Да, такой вопрос интересный. Почему безгрешный Ишуа крестился у Иоанна Крестителя, который крестил крещением покаянием? Я не буду сейчас развивать правильное направление ответа, мы знаем, но тут есть почва смотреть в разные стороны. История также Ишуа не смог у себя в Назарете исцелить людей. Опять-таки, можно задать вопрос. И есть люди, есть категория людей, которая опирается на эти стихи, когда вопрос касается божественности Ишуа. Мы также видим, можем читать, Ишуа исцеляет человека со второго раза. С первой попытки у него не получилось. Он сделал два раза. И я сказал этой женщине, посмотрите, если писали бы хрисами христиане, если бы они писали в Библию факты, которые могут поставить под сомнение их веру и исповедание. Ну, я думаю, что люди бы не писали этого. И именно это было очень интересным аргументом, и она задумалась. Вот я увидел, прочитал в ней, что она задумалась над этим. И мы можем это использовать в нашей жизни также. Друзья, само существование священного писания на протяжении веков, и то, что это является одной из самых читаемых книг, оно подтверждает, что это истина. Библия – это самая читаемая книга. И она действительно показывает, что Ишуа, он Бог, он производил великое количество чудес, чудес, которые нельзя объяснить. Конечно, пытаются объяснить и чудеса. Читая литературу, смотришь, думаешь, у людей, ну, такое воображение бывает, что аж удивительно. Но мы знаем, Он – Бог. И Он – Бог чудес. И Он пришел на эту землю, чтобы проповедовать и нести Царство Божие. И чудеса, как раз, знамение, исцеление – это неотъемлемая часть Его служения. Служение, которое говорило, что Он – Тот, Тот, Которого ждет народ Божий. И все это совершал Ишуа. Почему? Потому что Он любил людей. Это было проявление Божьей любви. Он людей любил, Он людей жалел, Он людям сострадал, Он проявлял к ним великодушие, и сила Божия действовала через Него. То, что Он совершал, должны делать и мы с вами. Писание пишет об этом, что «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Больше три года Ишуа творил чудеса. Сколько после этого времени? Я думаю, если в количественном соотношении чудес гораздо больше. И мы видим эти чудеса. Вот сидит ходячее чудо Алена, Бог исцелил ее от рака. Слава Господу! И столько чудес! Мы можем видеть столько чудес. Мы видим колоссальное количество чудес. И этот пример этих всех чудес бывает вот так вот в нашей жизни, между нами и с вами. Вот мы смотрим друг на друга и понимаем, что наши жизни – это чудо. Сергей Михайлович был проповедником коммунизма, стал проповедником Божьего Слова. Аллилуйя! Это чудо! Это реально чудо! Это великие Божьи чудеса! Но огромное количество еще важных чудес мы видим в Священном Писании, когда мы читаем о его жизни, о его служении, как он делал, как он говорил, как происходило, как реагировали на это ученики. Это очень интересно. И если мы хотим, чтобы наша вера крепко, крепло и утверждалась, нам надо делать простые вещи. Нам надо обращаться к Священному Писанию. Если мы хотим пройти наш путь до конца, нам надо что делать? Нам надо обращаться к Священному Писанию. Если мы хотим не впасть в заблуждение и верить, нам надо обращаться опять-таки к Священному Писанию. И если мы хотим уметь защищать нашу веру, нам опять-таки надо быть образованными и обращаться в Священное Писание. Потому что это источник всякой истины. Это богодохновенное слово, которое является источником Божьей истины. Только тут хочу добавить, вот к моменту если мы апеллируем с людьми, которые, скажем так, мягко говоря, не верят, нам надо к ним апеллировать скротостью и благоговением, как написано. Потому что зачастую мы хотим очень рьяно доказать нашу правду, но Писание учит скротостью и благоговением. В Писании мы найдем примеры для подражания, примеры истинного Ишуа, примеры Божьей любви. И сейчас я хочу вместе с вами обратиться к одному из таких примеров. История происходит после того, как Ишуа узнал о том, что Ирод обезглавил Йоханана Погружающего. Мы читаем это в Евангелии от Матвея и я хочу вам прочитать с 14-го стиха. И услышав Ишуа удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ услышав о том пошел за ним из городов пешком. И выйдя Ишуа увидел множество народа и жалился над ним и исцелил больных их. Когда же настал вечер приступили к нему ученики его и сказали место здесь пустынное и время уже позднее отпусти народ чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Ишуа сказал им не нужно им идти вы дайте им есть. Они же говорят ему у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал им принесите их мне сюда и велел народу возлечь на траву и взял пять хлебов и две рыбы возрел на небо благословил и преломил дал хлебы ученикам а ученики народу и ели все и насытились и набрали оставшиеся кусков двенадцать коробов полных а оевших было около пяти тысяч человек кроме женщин и детей и тачас понудил еще учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону пока он отпустит народ и отпустив народ он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один всем нам очень известная история насыщения чудо насыщения хлебами и мы видим действительно чудо чудо которое совершил еще пять хлебов две рыбки тысяч как минимум я думаю семь человек накормлено а может быть и больше пять только мужчин а мы знаем что женщины они более расположены к таким вопросам поэтому наверное даже больше семи и ну колоссальное количество людей да это чудо и в ней в этой истории интересно не только чудо но сама связь чудотворения Ишуа Мессии именно связь чудотворения с распространением Божьего Царства если мы посмотрим концепцию всех чудес которые творил Ишуа Машех то мы увидим что целью того что он делал была вера он хотел чтобы у людей возникла вера что он Мессия Израиля хотя он всячески говорил что не надо говорить о чудесах которые творил но молва она не могла сдерживать то количество чудес которые им были произведены и это распространялось по всей иудее среди всего народа и другими словами чудеса господни они рождали веру в Ишуа они рождали среди народа веру в Ишуа царя Израиля который пришел установить Божье Царство в свой народ и на эту землю и именно Ишуа с тем что он пришел с небес воплотился воплоть и служил на этой земле именно этот акт он и дал возможности проявиться явиться родиться этой вере этой вере через то количество чудес которых он совершил это произошло и эта вера она в дальнейшем должна была привести народ ко спасению и смотря нашу историю мы можем увидеть такие интересные моменты первое что мы видим это то что жалость Ишуа к народу мы видим жалость Ишуа Ишуа написано жалился над ними и исцелил больных их но это не просто жалость этой жалостью он кидает вызов вере ученикам своим вере человека за Ишуа следовало множество народа и я думаю что не у всех у них были правильные мотивы кто-то может быть хотел исцеление кому-то было просто интересно кто-то может быть думал ну вот-вот сейчас начнется восстание вот-вот он начнет сейчас даст речь и начнется восстание а кто-то шел просто получить благотворительность покушать ну мотивация у каждого человека была разная и мы знаем что после сотворенного чуда даже вот написано в Евангелии Атеана в 6 главе Ишуа сказал им в ответ истинно-истинно говорю вам вы ищите меня не потому что видели чудеса но потому что ели хлеб и насытились и он прекрасно понимал что часть людей следовавших она следует потому что можно поесть можно получить благотворительность какую-то ну это это люди к сожалению но несмотря на это он по-любому являет к народу жалость несмотря он не смотрит на мотивы он являет народу жалость и он исцеляет их потому что он исполнен любви всегда в его сердце была любовь когда есть любовь она не смотрит на мотивы она не будет вглядываться в мотивы сердца он понимал но он делал и знаете я скажу что он не просто так делал знаете что когда люди обращаются иногда к нам к нам нет но вообще можно услышать все понимаю все понимаю помочь ничем не могу такое бывает но не среди нас слава Богу но мы это видим Ешуя он проявляет он проявляет он делает он исцеляет его жалость она проявлена она выражена в делах он выражает ее в исцелении но он не просто исцеляет людей интересно что он не исцелил на этом история закончилась люди пришли он исцелил все закончилась нет после этого он кидает вызов вере своим ученикам когда они приходят говорят ну народ надо отпускать все он говорит нет выдадите им есть и тем самым он кидает им выбор они вызов они как мы можем это сделать у нас всего лишь пять хлебов у нас всего лишь две рыбки но Ишо говорит выдадите им есть потому что собралось множество народа множество мы считаем множество народа выдадите им есть а я сотворю чудо которое родит в их них сердцах веру вы будете мне соработниками и эта вера она откроет им вход в Божье царство именно этот вызовер является основой жалости Машеха к человеку Ишо не хотел отпустить народ потому что он пришел чтобы привлечь этот народ к себе и он не готов был их отпустить до момента явления именно этого чуда чудо насыщения у него цель была не просто исцелить их и все он хотел явить себя как Машеха и он это делает и он говорит своим ученикам вы дадите им есть потому что вы свет миру вы дадите есть потому что вы свет миру потому что вы призваны быть распространителями Божьего царства второе что показывает эта история это то что великодушие Ишоа оно дает этой вере начать работать Ишоа прекрасно понимал что в глубине своего сердца ученики подумали как пять хлебов две рыбки громадное количество людей как это может произойти это нереально и в Евангелии от Марка как раз и написано что они не только так думали они еще и говорили ему и написано они говорят что нам пойти купить пищи для них на 200 динариев они понимали что ну как это и они сказали мы ну что пойти купить нам но Ишоа был другой план и мы видим что он он не гневается на учеников в этой ситуации он с них даже можно сказать он снисходитель снисходитель относится к их сомнению к их к ихнему такому состоянию неверия и его великодушие говорит принесите мне хлеб сюда и рыбки принесите их мне сюда и именно вот такой вот ответ Ишоа милосердный ответ на этот вопрос как как всего они говорят ну как же всего пять хлебов две рыбки но но его ответ он позволяет ученикам начать что-то делать он позволяет проявиться их не верить потому что да вот если взять наши ситуации мы что-то вдохновились или нам что-то говорить делать мы не понимаем и мы говорим я не понимаю что мне делать она тебя и ты такой нехороший ты думаешь я вообще тогда не понимаю ничего но но если ты видишь великодушие когда тебе говорят не бойся не бойся попробуй у тебя получится мы совсем по-другому к этому подходим и ученики и вот великодушие ишоа оно как раз дает начать работать в вере учеников и он говорит что надо народу возлечь надо народу возлечь то они спокойно начинают делать то к чему ишоа их призвал но давайте поразмыслим над этой ситуацией происходящие события если мы нарисуем эту картину то мы поймем ее и увидим совсем по-другому рассадить 5000 человек вспомните фестиваль 1500 человек за один день 70 человек группы порядка помните что там происходило рассадить 5000 человек одних мужчин это без женщин ладно остановимся на цифре 5 гадать не будем рассадить ученикам 5000 человек и в евангелии от луки мы читаем что не просто рассадить ешоа говорит рассадить их по 50 представьте рассадить 5000 небольшой группой рассадить по 50 человек это надо было серьезно потрудиться представьте что там происходило на минуточку но они отзываются на призыв ешоа они понимают что ешоа он с ними своим присутствием он вдохновляет своими ответами он вдохновляет их на то чтобы делать казалось бы неимоверные вещи тяжелые вещи группа порядка наверное меня понимает да то что я сейчас говорю рассадить 5000 человек это серьезный вопрос аллилуйя и их вера начинает работать их вера начинает проявляться в делах они начинают делать кто к чему призвал их господь третье что показывает эта история это сила мессии она вознаграждает веру посмотрите в этой истории явно проявилась сила машеха которая совершила одно из великих чудес увековеченное на страницах священного писания и именно эта сила была наградой ученикам за их веру они увидели это чудо они стали соработниками этого чуда потому что ихними руками происходила раздача этих хлебов и раздача этой рыбы и вера учеников именно вера учеников она помогла реализовать это божье действие целью которого было явление веры у людей следовавших за аишуа и представьте состояние учеников вообще руками которых бог сотворил такое чудо можете представить состояние внутреннее я расскажу вам историю примеры своей жизни как бог меня крестил духом святым когда я уверовал я был такой меня все настораживало я на все смотрел так думаю что это такое первый раз когда попал думаю все евреи наверное потом понял нет молятся вроде все по разному ни на одном языке и все я держался за меня молились братья все но я упорно не хотел этого и вот знаете один раз в моей жизни произошел такой случай нам дали работу была очень такая непростая работа нас было три человека не совсем крепких парней и нас привезли на объект и вот на этом объекте нам дали задачу надо занести три куба ну кто строительный поймут три куба бетона на четвертый на чердак четырехэтажного сталинского дома причем на последний этаж надо подняться по лестнице стремянки мы приехали мы говорим как вы что нам говорят ну делайте как делайте и мы начинаем носить я скажу вам что мы принесли занесли это все в пол четвертого приезжает прораб и говорит ребята вы молодцы но надо спустить еще с чердака 120 мешков мусора строительного и вы знаете я не знаю я понимаю что только бог мне мог дать силы это сделать и нам мы далеко не крепкие парни были я вам скажу после того жизненного опыта который был мы далеко были не совсем крепкие но мы делали это и когда мы сделали я помню начался колоссальный дождь и мы идем приехала вторая бригада мы идем и тут на нас всех сходит святой дух мы начинаем нам нас приходит такая радость от того чтобы мы что мы смогли это сделать для нас это вообще было нереально я только приехал когда увидел три куба я говорю нет я не смогу потом 120 мешков не хотелось упасть и умереть просто но мы сделали и пришла такая радость мы шли дождь представьте 30-летние парни дождь идут нам все равно дождь мы идем радуемся и люди вокруг начинают тоже радоваться начинают ну смеяться и для них это удивительно вот так такой Бог произвел чудо такое потому что сила Божия высвобождается сила Божия и является чудо Бог явил великую силу в этом действии которое он показал ученикам руками которых он сотворил великое чудо это он явил свою силу он показал они увидели что они что Господь с ними и являет через них великую силу причем интересно то что масштабы были колоссальные 5000 людей это колоссальное чудо Наташа спрашивает заговорил языками да забыл сам рассказать о концовку мы пришли мы как начали молиться я думал пятиэтажка в которой мы молимся развалится я как заговорил языками скажу вам честно я потом вот мы с Ирой служили на реабилитационном центре когда я молился на языках по 6 по 8 часов у меня был период год я молился по 6 по 8 часов ходил и молился на языках Бог явил свое чудо он показал свою силу потому что он Бог великий если мы с вами подведем итог нашей истории то мы увидим что жалость и журшок погибающим людям этого мира кидает вызов нашей вере с вами когда Господь говорит нам идите что-то сделайте идите начните новое служение идите начните евангелизацию мы можем так же самок подобно ученикам говорить наш бюджет совсем маленький у нас нету возможности начинать какие-то служения мы можем сказать у нас нет ресурсов для того чтобы начать евангелизацию но Господь говорит в этом моя воля я позабочусь о вас я дам вам все необходимое я дам вам ресурсы я дам вам финансы потому что в этом есть моя воля и я хочу явить в этом свое чудо Господь понимает что множество людей этого мира они находятся в царстве сатаны что множество людей этого мира скованы в этом царстве и в этом царстве люди страдают и мучатся и он жалеет их и он говорит нам с вами вы дадите им есть нам с вами он говорит вы дадите им есть вы можете начать новое служение потому что я буду в этом служении все дам вы можете евангелизировать в пятером вы сделаете большую работу увидят эту работу будет 10 20 30 40 все вместе это хочет господь и он это делает он высвобождает это потому что он любит людей потому что он видит нужды людей потому что он хочет чтобы никто не погиб но имели жизнь вечную мы видим что великодушие еще дает нашей вере начать работать когда мы собираемся вместе бог являет свое особенное присутствие присутствие которое наполнено божьей любовью которое наполнено божьей милостью мы переживаем нечто особенное когда мы собираемся вместе я не знаю дома в личных отношениях ты переживаешь бога бог являет себя но когда мы вместе происходит нечто другое это совсем другое сладостное то но это особенное бог являет себя среди своего народа присутствие оно дух святой наполняет наши сердца и говорит наши сердца делай делай то к чему я тебе призываю я отдаю я рядом я помогу вы братья мои только возьми и сделайте я до скончания свека с вами и тогда мы начинаем делать что порой абсурдно в глазах людей мы идем в туберкулезные больницы мы идем в спинцентры мы едем в другой город убирать кладбище заброшенное мы делаем это потому что нас Господь призывает к этому наша вера она начинает работать наша вера она начинает проявляться в делах друзья мы также видим что когда наша вера откликается на Божий призыв и начинает работать сила Ишуа Машеха обязательно вознаградит нашу веру обязательно его сила она вознаградит нашу веру мы видим с вами это мы видим чудеса исцеления видим видим мы видим чудеса освобождения мы видим как наркоманы становятся бизнесменами мы видим как алкоголики становятся примерными семьянинами мы видим это мы видим как нас казалось бы ну безумный труд он превращается в то что сердца людей сердца евреев того города где мы просто убрали кладбище старое заброшенное оно открывается открывается для того чтобы мы рассказали им что Ишуа есть Мессия Израиля когда мы делаем его работы исполняем его великое поручение то мы обязательно я вам говорю обязательно получим награду кто-то уже увидит эту награду здесь на земле награду в чем не в том что Бог даст выглотерейный билет а в том что ты увидишь спасенные души в том что ты увидишь людей которые приходят к Богу но даже если ты этого не увидишь ты понимаешь что награда твоя есть есть на небесах ты получишь ты не останешься без награды если ты будешь усердно служить Богу если ты будешь откликаться на его Божий призыв ты обязательно будешь вознагражден твой труд он обязательно будет вознагражден Богом потому что вера человека потому что твоя вера она проявилась в твоих делах если твоя вера проявится в твоих делах ты будешь награжден друзья и когда мы с вами читаем писание и действительно видим и нас с вами действительно восхищает огромное то количество чудес которые совершил Ишуа когда нас восхищает образ его жизни образ его мышления когда нас восхищает все естество друзья то наши жизни будут преображаться наша вера будет крепкая мы мы не сможем никогда потерпеть кораблекрушение в вере когда мы взираем на Ишуа взираем с восторгом ты никогда не потерпишь кораблекрушение в вере если наш взор всегда будет устремлен на Ишуа на его жизнь и его служение мы никогда не сможем отпасть впасть в заблужение наоборот наше знание и исполнение Божьего Слова поможет нам с усердием служить людям служить в его любви всегда миловать так как он миловать миловал оно поможет нам служить тем кто сбили с пути кто оступился оно поможет нам служить тем кому нам не хочется служить может быть но мы будем с вами это делать друзья взирая на Ишуа и его жизнь описанную на страницах писания мы никогда не останемся без духовного плода и плода нашей живой веры мы обязательно будем с вами иметь плод мы поэтому и называемся с вами верующими потому что мы верим мы верим в нашего спасителя мы верим в то что он спас нас ведь без веры Богу угодить нельзя нельзя угодить Богу без веры тот же кто хочет угодить Богу он будет верить его слову верить на основании Божьего акта любви который Ишуа совершил на кресте Голгофы верить на основании того что мы прощены наши грехи прощены и мы искуплены драгоценной ценой его крови верить на основании полученного нами с вами оправдания и усыновления и если здесь есть люди которые первый раз у нас может быть вы первый раз или может быть вы не первый раз уже ходите но не принимали в своей жизни решение следовать за Богом я думаю что это ваше время случайности не бывает у Бога если вы здесь то Он вас привел сюда сегодня Господь Ишуа Машех Израиля Он хочет родить в твоем сердце веру веру которая приведет тебя ко спасению которая исцелит твою душу и дарует тебе истинную радость только в нем мы можем иметь это только в нем мы можем иметь спасение только в нем мы можем иметь радость в небе истинную истинную